С вами канал Учебник Слух. Окружающий мир, 4 класс. Тема урока «Русь расправляет крылья». Несчастья, обрушившиеся на Русь, не сломили русских людей. Возвращались на родные пепелища уцелевшие жители, прятавшиеся по лесам. Нужно было налаживать жизнь заново. Более безопасными для жизни стали северо-восточные земли, наиболее удаленные от Орды. Здесь располагались города Москва, Владимир, Суздаль, Ростов, Тверь, Ярославль. Сюда направились переселенцы из других русских краев. Природа давала все необходимое для жизни. Земли, удобные для обработки, леса, обильные дичью, реки и озера, богатые рыбой. Князья северо-восточной Руси были заботливыми и предприимчивыми хозяевами. Они ставили новые города и крепости. Постепенно возрождались прежние ремесла. В городах северо-восточной Руси трудились искусные кузнецы, кожевники, гончары, сапожники, плотники, камнерезы. Особо стали цениться мастера, изготавливающие вооружения и доспехи. Бронники, щитники, лучники, кольчужники. Потянулись из города в город купеческие караваны. Спокойно и прибыльно торговали купцы под княжеской защитой. Возникали новые монастыри. Нередко бывало так. Поселится монах-затворник в дремучем лесу, а к нему потянутся люди за советом, утешением, а некоторые и останутся, тоже станут монахами. Около города Радонежа в середине XIV века возник Троицкий, позднее Троица-Сергиев, монастырь. Основал его Сергий. Его начали называть Сергием Радонежским. К старцу обращались за советом и поддержкой князья, бояре и простой люд. Всем помогал своим словом Сергий, никому не отказывал. Вскоре обитель, основанная им, прославилась по всей Руси. Московский князь Иван Аданилович, внук Александра Невского, заботился о порядке в своем княжестве. Он правил с 1325 по 1340 год. Москва – центр княжества, при нем богатела и росла. В Москву переселялись купцы, ремесленники, привлеченные возможностью жить под надежной защитой. Москвичи успешно торговали. Летом на пристаних у Москвы реки стояло множество кораблей с товаром. Зимой тянулись санные обозы. При Иване Даниловиче не сидели без дела строители. По Москве реке в город шли плоты и суда с белым камнем. Его добывали недалеко от Москвы. Искусные каменщики возвели на Боровицком холме первые белокаменные соборы. Умелые плотники обнесли крепость новыми дубовыми стенами вместо прежнего бревенчатого забора. Именно в ту пору крепость стала именоваться Кремлем. Возле Кремля образовалось торжище – место торговли. Иван сумел войти в доверие к хану Золотой Орды. Московскому князю разрешили самому собирать дань для Орды. Кто знает, сколько денег из собранного осталось в руках бережливого князя. Эти накопления пригодились ему. Немало прикупил он новых земель, неуклонно расширяя свои владения. Был князь бережлив, но не скупился, когда надо было помочь обездоленным. На поясе он всегда носил кошель с деньгами, по-древнерусски – калита, из которого подавал нищим. Поэтому и прозвали его Калитой. В наследство от Ивана Калиты московские князья получили великокняжеский головной убор. В своем завещании Калита назвал его Золотой Шапкой. Позднее она стала называться Шапкой Мономаха и превратилась в символ власти. Легенда рассказывает, что ее прислал в подарок византийский император Константин Мономах, одному из русских князей. Восемь золотых пластин, покрытых тончайшими узорами и драгоценными рубинами и изумрудами, украшают шапку. Она увенчана крестом. Московское княжество стало сильнейшим в северо-восточной Руси. Иван Калита начал собирать русские земли вокруг Москвы. Сделаем вывод. Центром возрождения Руси стали ее северо-восточные земли. Вокруг Москвы стали объединяться русские земли.